дорогие друзья сейчас тепло и вот на вот этом бревнышке появятся удивительные существа им надо прогреться приготовить свои яйца к будущей кладке а еще во время цветения черемухи караси начинают нереститься делают это они позже многих других видов рыбы когда температура воды достигает 12-13 градусов болотные черепахи зиму проводят на дне водоема и весной когда температура воды достигает 50 градусов появляются на поверхности активны днем раньше ошибочно считалось что эти животные ведут ночной и сумеречный образ жизни охотятся в темное время суток а днем только прячутся на солнце на берегу но по наблюдениям некоторых натуралистов черепахи кормятся в течение всего дня особенно в утренние часы а ночью спят на дне водоема метание икры карася происходит порционально с ощутимыми перерывами между порциями во многих местах карась может нереститься чуть ли не до осеннего похолодания воды поэтому процесс нереста затягивается и икру карасе неудивительно обнаружить даже в начале осени черепахи очень осторожны и при возникновении малейшей опасности тут же плюхается в воду обоняние и зрение у этих рептилий развиты прекрасно рацион черепахи очень разнообразен это улитки мыши свечки лягушки многоножки и ракообразные черепахи которых можно обнаружить в водной среде вещь черепахи может достигать полтора килограмма а продолжительность жизни точно неизвестна некоторые исследователи указывают цифру 25-30 лет хотя есть данные что болотные черепахи в неволе доживали до ста и более лет например гаверия 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 Серебряные караси достигают массы до 2 килограмм, а количество икринок от одной самки может доходить до 300 тысяч. Зимой они могут подать спячку, выдерживая полное промерзание водоема. Вот так и живут черепахи с карасями в озере и еще с кучей других живых существ, о которых я расскажу в следующий раз. Субтитры добавил DimaTorzok Субтитры добавил DimaTorzok Субтитры добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Субтитры добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok